Уважаемые участники торжественного собрания, ну, я вам скажу, викинга, ровно 100 лет, как зародилось движение, был проведён первый коммунистический субботник. Наше поколение ещё имело возможность встречаться с участниками первого субботы, с Кондратьем Михайловичем, с седельником Василием Ивановичем и Павловым Фёдором Ивановичем. Разрешите мне, дорогие товарищи, поприветствовать вас, что уделено сегодня такое большое внимание сотову субботнику. Но он это заслуживает. Короче говоря, 100 лет – это большая дистанция. На этом пути было много, что сделано. Конечно, ну, как говорится, поменялось государство, но субботник всегда был вечно молодой. Уважаемые участники, я должен сказать, что участники первого субботника, они были, в слов, очень хорошие люди. Они много рассказывали, как это зарождалось. Было очень трудное время. Станция сортировочная была заставлена неисправными вагонами. Депо было неисправными паровозами. И в депо в то время нашлись такие люди, что они организовали бригаду по ремонту паровозов. Остались ночи, в свободное время отремонтировали три паровоза. И эти паровозы повели грузы по назначению. Этот почин был одобрен железнодорожником, а затем он пошел и по всей стране. Наступает 1969 год за успехи в труде. И в связи с десятилетием первого субботника Депо было награждено высшей наградой ордена Ленина. Пять человек награждены. Это участники субботника и начальник Депо Семишкин Юрий Васильевич и машинист-инструктор Лебедев Александр Александрович. И еще 30 человек были удостоены и награждены орденами и медалями Советского Союза. Надо отдать должное, что в субботниках всегда участвовало большое количество народа. Я не буду говорить, сколько было произведено, сколько было, собственно говоря, перевезено грузом. Было и вы, наверное, некоторые помнят, что заработанные средства в день субботника направлялись на решение социальных вопросов. Строились детские сады, поликлиники, был построен онкологический центр. На субботнике всегда было много народа, особо молодежи и, собственно, много было иностранных студентов. Они приходили и работали. На их больше интересовал вопрос, как это и что это убедиться, что действительно народ приходит по зову сердца и проводит это очень важное мероприятие. Должен сказать и отметить, много приезжало из других городов, и приходили, но остался у меня в памяти, и это, наверное, все оставшиеся. Приезжали из Обнинска, а девочки-строители приезжали к нам со своими, собственно говоря, инструментами, привозили свои материалы, брали участок и его отделывали. Ну, я бы хотел сказать и добрые слова, что нужно ветеранам. Ветеранам нужно общение, встретиться, как говорится, с теми работниками, с кем мы работали, с кем мы встречались, как мы работали, как мы проводили субботники, ну и по тем же житейски, как говорится, свои дела. Да, уважаемые участники субботника, я считаю, что субботник, я выражу вашу уверенность, ну, много чего бы, но субботник всегда вечно молодой, здоровый вам, счастье и всего самое наилучшее. Но у нас еще юбилей субботник и праздник, но не за горами и День Победы. Это, собственно говоря, мы живем уже 74 года под мирным небом. Поэтому разрешите мне от имени ветеранов, от имени нашего совета поздравить вас всех, ваших родных, ваших близких, с этими праздниками здорового и счастья вам, на благо нашего народа и чтобы всегда было мирно, на более синее небо. Спасибо за внимание. Николай Алексеевич Никифоров. Здравствуйте, уважаемые железнодорожники, дорогие ветераны, гости. Сегодня мы на историческом событии присутствуем с вами. Именно сто лет назад здесь, в депо, зародился почин, который впоследствии был назван великим почином. Группа наших коллег, которых мы помним, имена которых занесены здесь в официальный список, в музеи, вышли с инициативой выйти в ночь и безвозмездно отремонтировать паровозы, которые крайне нужны были для России, для народного хозяйства, для фронта, и мы это сделали. Впоследствии этот почин поддержали коллективы по всей стране. И вот уже сто лет этот почин живет. Не стал исключением и этот год. И мы благодарны вам за то, что вы вышли с такой инициативой. Мы, Центральный комитет профсоюза, Центральный совет ветеранов войны и труда, Молодежный совет поддержали ваши почин. Мы вышли с обращением и практически все коллективы со всей сети железных дорог поддержали вас. И сегодня, ну и практически весь апрель будут выходить на субботники, приводить рабочие места в порядок, будут ставить рекорды, как это делается всегда у нас. Поэтому большое вам спасибо. А то, что именно здесь родился почин, это не случайность. Ваш коллектив дал знаменитых на всю страну людей. Именно здесь первая женщина стала машинистом. Первая женщина стала начальником железной дороги. Именно в вашем коллективе четыре героя социалистического труда. Больше у нас в России нет таких предприятий. А один из них, Соколов, дважды герой социалистического труда. Много можно перечислять еще знаменитых починов, ценных инициатив, которые родились здесь, в депо. Еще раз хочу вас поблагодарить. Успехов вам, благополучия. И давайте будем чтить те инициативы, которые родились здесь и работают на благо людей. С праздника вас! На сцену приглашаются заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Игоревич Афонский. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальности фракции КПРФ в Государственной Думе Валерий Федорович Рашкин. Валерий Федорович, пожалуйста. Молодой человек. Дорогие товарищи, уважаемые ветераны, уважаемые работники легендарного коллектива. Мы вас поздравляем от имени Коммунистической партии Российской Федерации с этим юбилеем, 100-летним юбилеем. Все мы помним, что 15 работников депо, а это слесаря, машинисты, откликнулись на призыв советской власти. А тогда было тяжелое время. Деникин рвался захватить Москву, уничтожить советскую власть, на корню зарубить народовластие. И вот тогда без приказа, без начальственного распоряжения работяги, понимая, что страна в тяжелейшей ситуации, сказали, а мы выйдем и на бесплатном, безвозмездной основе отремонтируем. Паровозы не очень были нужны тогда. Война была. Это надо помнить. Помнить, что была советская власть. Помнить, что этот почин поддержал Владимир Ильич Ленин. И именно он его назвал великим почином. Потому что государство было народное, земля была у крестьян, предприятия были в руках и под контролем рабочего класса, и это так. Банки были у советской власти, не было олигархов, и не было богатых и бедных, разделения не было. Это надо помнить. Мы говорим, что все доброе и хорошее, что было в нашей истории, надо ценить и помнить правильно. Но не надо забывать никогда, что именно в советское время при руководстве коммунистической партии этот почин пошел по всей стране. И люди выходили и работали на государство, а значит на себя. Вот этот великий почин сегодня мы и празднуем. Правильно. Кто не знает и не помнит своей истории, у этого народа нет будущего. У нас есть будущее. И все доброе и хорошее мы не только помним, но эти традиции поддерживаем. Мы пришли сюда не просто так вот, один Рашкин здесь пришел из Госдумы. Мы пришли с нашими товарищами, с комсомольцами, сегодняшними комсомольцами, чтобы принять участие в этом субботнике. И не только здесь, но и по всей стране. Но коллектив здесь легендарный. И это войдет в века. И наши дети, внуки и правнуки будут также отмечать этот день. День великого почина. День субботника. Коммунистического субботника. И надо помнить, что Владимир Ильич Ленин 1 мая по всей стране уже в 20-м году проводили субботник, рабочие субботники. День солидарности трудящегося. Это наша история. Спасибо вам. Спасибо коллективу. Спасибо за великий почин. За нашу память о наших великих делах и великой державе. Спасибо большое. С праздником! Ура! 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 Ура!